Что ты творишь, Педиди? Бывшим супругам светит до 10 лет колонии. Ирина считает, будто имеет отношение к созданию телеграмм. Проведены допросы и обыски в жилищах обоих блогеров, которые, по сути, продавали своих детей Педиди. Теперь Ирина требует от Павла выплат алиментов в размере 147 миллионов долларов. Всем привет! Последние дни были столь богаты на события в медиапространстве, что я решила собрать сразу несколько новостей в одном ролике. В первую очередь мы, конечно же, поговорим об инфо-цыганах Чекалиных, которым уже третий раз предъявляются обвинения, связанные с финансовыми махинациями. Затронем тему Педиди или Павдеди, которому также предъявляются обвинения, только по более серьезным статьям, чем блогерам. А также обсудим новость о том, что, похоже, мать детей Павла Дурова, Ирина Болгар, решила отжать у него платформу Телеграм. Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Лерчика и Артемчика жизнь, похоже, не учат ничему. Как сообщают официальные СМИ, бывшим супругам вновь предъявлены обвинения, правда, на этот раз за попытку вывода более 200 миллионов рублей на дубайские счета. Напомню, что в прошлом году против Чекалиных возбуждали уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчик проходила по делу об отмывании денег в размере 130 миллионов рублей. По результатам проверок тогда общая сумма неуплаченных бывшими супругами налогов составила более 300 миллионов рублей. Кроме того, ФНС обязала Лерчик выплатить еще и пене в размере 124 миллионов рублей. Защита блогеров официально заявила, что все долги перед ФНС были погашены, а дела в отношении блогеров были закрыты. Но вот на днях снова прогремела новость о предъявлении обвинений Лерчику и Артемчику. Как сообщают правоохранительные органы, на этот раз в отношении парочки возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По данной статье бывшим супругам светит до 10 лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей, либо в размере заработной платы. Кстати, вместе с ними был задержан их бизнес-партнер по магазину косметики и фитнес-марафоном. Как поговаривают, это не последнее лицо в их бизнесе. Как сообщается в СМИ, на этой неделе были проведены допросы и обыски в жилищах обоих блогеров. А в пятницу стало известно, что суд отправил Лерчика и Артемчика под домашние аресты до 26 ноября. Оба блогера не признают свою вину и причастность к данному преступлению. Честно говоря, поражают люди, наступающие на одни и те же грабли. Насколько я знаю, операции с валютой отслеживаются очень строго и надеяться легко и незаметно вывести за рубеж более 200 миллионов рублей, мягко говоря, странно. Конечно, не стоит исключать и того, что, возможно, Лерчик действительно не имеет отношения к данному преступлению. Но здесь, как говорится, уже покажет следствие, а мы будем за этим наблюдать. Этим летом в медиапространстве появилась некая Ирина Болгар или Болгар, кстати, кто знает, как правильно, пишите в комментариях, утверждающая, что является матерью троих детей Павла Дурова. Все посты Ирины в Инстаграм посвящены в целом лишь одной теме. Павел перестал выделять деньги на содержание детей и ее самой и заблокировал доступы к своим картам. Хотя, по словам Ирины, у них был договор на ежемесячное спонсирование в размере 150 тысяч евро. Если что, это почти 14 миллионов рублей. Но, как говорится, к хорошей жизни привыкаешь быстро и Ирина не согласна жить на меньшие суммы. Поэтому пытается терроризировать Павла через соцсети и СМИ. Она даже недавно дала интервью в Нью-Йорк Таймс, где рассказала множество обличающих подробностей своей жизни с Дуровым. Например, что он избивал их общего ребенка, из-за чего она обратилась в правоохранительные органы. В том же интервью она упрекнула Дурова в лукавстве относительно того аскетичного образа жизни, которым постоянно транслируют. Ирина сообщила, что на самом деле он всегда любил роскошь и тратил огромные деньги на отели, путешествия и подарки ей. А еще она рассказала, что Павел жил на две семьи, что также очень ее ранило. Правда, не очень понятно, зачем жить с человеком, который так поступает, но, очевидно, здесь дело явно не в любви. В том же интервью болгар говорит, что со временем у них с Павлом начались конфликты. И последней точкой стал отказ Ирины переезжать вместе с детьми к нему в Дубай. Из-за чего, собственно, он и лишил ее финансирования. Теперь Ирина требует от Павла выплат алиментов в размере 147 миллионов долларов. Не слабо так она разошлась, да? В ответ на данные заявления выступил представитель Дурова, который опроверг практически все слова болгар. Более того, он сообщил, что Дуров нанял адвокатов, чтобы добиться правды в данном конфликте. Помимо интервью, Ирина продолжает выставлять посты в своих соцсетях с фотографиями из личного архива и обличением создателя Телеграм во лжи и недобросовестности. Также, по ее словам, она предоставила журналу Times все доказательства, опровергающие комментарии представителя Дурова. Что касается аудитории, то люди разделились на два лагеря. И если почитать комментарии под постами Ирины, за Пашу все-таки большинство. Многие, как и я, не понимают, на каком основании Ирина требует такие суммы и зачем вообще она столько лет жила с таким монстром, каким она описывает Павла. Больше всего общественность будоражил ее недавний пост о том, что она приступила к написанию мемуаров на основании своих дневников об отношениях с Дуровым. И даже рассматривает возможность последующим создания фильма на основе этой истории. Так что скоро ждите новинку на Нетфликсе. Интересно, а какой национальности будет актер, играющий Пашу? Помимо новости о книге, многих возмутило и то, что Ирина считает, будто имеет отношение к созданию телеграмм, в той же степени, что и Павел, и считает платформу их общей собственностью. И вот это реально уже какой-то бред сумасшедшего. Насколько я поняла из ее же интервью, она тренер по йоге, и в данный момент она работает юристом. То есть разработка программ — это явно не ее направление. Поэтому на основании чего она заявляет о своей причастности к созданию телеграмм, вообще непонятно. Посмотрим, конечно, какие еще истории вылезут на поверхность и к чему вообще это все приведет. Но я очень надеюсь, что телеграмм останется такой же свободной и независимой площадкой, какой и задумывалась изначально. Все поползновения со стороны третьих лиц будут пресечены на корню. Кстати, телеграмм — моя любимая площадка для продвижения. Я уже достаточно давно работаю с соцсетями исключительно в связке с телеграммом. В своем телеграмм-канале я часто делюсь лайфхаками по продвижению и заработку на данной площадке, взятыми из моего личного опыта работы в нем. А еще и делюсь там мыслями по поводу происходящего в интернет-пространстве. Так что обязательно подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Ну а мы продолжаем. Мы возмущены тем, что происходит в Америке. Что ты творишь, Педиди? Этот месяц оказался богат на аресты и разоблачения. Скандально известному американскому рэперу и продюсеру Педиди также предъявляют обвинения. Вот только проступки там посерьезнее, чем у Читы Чекалиных. Он занимался. Сейчас я скажу, чем он занимался. Торговля людьми, насилие, угрозы — и это лишь вершина айсберга. Перемывать эту тему я в очередной раз не буду, потому что она и так уже обсосана со всех сторон. Мне хотелось бы обсудить с вами кое-что другое. Я не могу понять, почему все подняли такую шумиху, как будто то, что он отморозок — это какое-то открытие века. Ну вот серьезно. Я уверена, что в западном шоу-бизнесе все, если не знали точно, то хотя бы догадывались о том, на что способен этот человек. Ведь если углубиться в биографию Педиди, он всегда был социопатом, творил полную дичь и оставался безнаказанным. За ним уже несколько десятков лет тянется шлейф разнообразных нарушений и даже преступлений. На него неоднократно жаловались и женщины, и мужчины, кто на угрозы, кто на насилие, а кто на покушение на убийство. Но каждый раз он откупался, а дела заминали. А его продолжали приглашать на различные шоу, интервью и мероприятия, где все ему радостно улыбались и умилялись тому, какой он молодец, что поддерживает молодые дарования. Я уже не говорю о родителях, которые, по сути, продавали своих детей Педиди. Я уверена, что они прекрасно понимали, что никто не станет просто так продвигать их чадо. Но они были готовы пожертвовать ребенком ради собственного будущего обогащения. Так что все все понимали, но закрывали на это глаза. И, честно говоря, меня это пугает не меньше, чем то, что делал сам Шон. А сейчас, похоже, по каким-то причинам ветер подул в другую сторону, и вета на неприкасаемость с Педиди было снято. И тут же все СМИ и блогеры осмелели и дружно побежали причитать и вопить о его деяниях на всех возможных площадках, разгоняя еще и теории всевозможных заговоров. Уверена, что вы видели эти ролики в соцсетях, и эта песня, мне кажется, застряла уже в голове у каждого. Единственное, что радует, что теперь есть все шансы привлечь рэпера к ответственности. Ну, если, конечно, он опять не откупится. Но надеюсь, что в этот раз ему такой возможности не предоставят. Уж слишком большой огласки придали все его неприглядные дела. Хотя я, наверное, уже ничему не удивлюсь. Но будем надеяться на лучшее, что справедливость восторжествует и все причастные понесут наказание. На этом у меня все. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч!